Привет дорогие друзья, снова с вами Зомберус, сразу скажу, что пока что я болею, и уж простите меня за излишнюю гнусавость и хрипоту. А сегодня мы поговорим об одном из лучших автоматических стволов в игре, окопном карабине для снайперов. Никогда не думал, что Капидайз из Battlefield 1 меня вытащит из агония ОРВ и подарит такое дикое количество положительных впечатлений. Окопный карабин на базе Маузера С-96 многим игрокам знаком по дополнению Волноперемен. Во времена Копейки это было отличное и крайне эффективное оружие, которое убивало ваши пальцы. Но через боль вы получали высокий КД и представляли огромную опасность на коротких и средних дистанциях, так как у ствола огромный магазин, высокая точность и минимальный разброс при стрельбе от бедра. Лично я ждал окопный карабин в Battlefield 5, потому что с новой системой стрельбы он бы заиграл новыми красками. Но этого не произошло. Если сравнивать закачку под одиночную стрельбу, то разницы с вариантом из Battlefield 1 вы точно не заметите. Это хорошо, ведь окопный карабин был отличным оружием даже с рандомным разбросом. Чтобы открыть окопный карабин, нужно выполнить задания третьей недели Battlefield. Они все банально простые, если вдруг вам лень его открывать, то через полторы-две недели он станет доступен для покупки за Компани Коинс. И знаете, что я скажу? Определенно нужно открывать это оружие. Окопный карабин открывает огромные тактические горизонты для класса разведчика. Если люгер карабин позволил многим игрокам хоть как-то воевать в ближнем бою, то после появления маузера можно забыть. Люгер – мусор с дикой визуальной отдачей, а маузер – это лазерная винтовка, из которой приятно стрелять. В начале ролика я немного слукавил, сказав, что пушка не заиграла новыми красками. Есть один геймчейнджер, который облегчает работу с этим пальцеломателем. Это специализация на автоматический огонь. Темп стрельбы от такой переделки не меняется и остается на отметке в 360 выстрелов в минуту. Но при уроне карабина на короткой дистанции этого, мне кажется, достаточно. Сразу скажу, что эта специализация обязательно для консольных игроков, потому что курки очень трудно раскликивать, даже если у вас есть регулировка длины хода курка. В любом случае вам нужно отдать предпочтение автоматическому огню. На ПК с этим дела обстоят чуть лучше. И да, вы можете пойти качать левую ветку. Но опять же, дикий спам по левой кнопке мыши будет немного влиять на ваш АИ. Кстати, есть еще одна очень имбовая фишка у окопного карабина, которая явно не продумана разработчиками. Связка боевой роли снайперов в комбинации с карабином – это имба. Один из перков данной боевой роли – это 3D-спот и отметка противника на радаре при одной тычке из вашего оружия. Понятно, что данная боевая роль сделана под снайперские винтовки, но не как под автоматические или скорострельные полуавтоматические карабины. Поэтому теперь для эффективной игры реконом не нужна сигнальная ракета. Вам нужен маузер или люгер. Тыкайте противников и все, получайте просто тонну очков за спот. И сразу хочу сказать, простите, сегодня без стандартной графики характеристик. SSD у меня сдох и забрал все с собой на тот свет. Урон у карабина очень специфический. На дистанции до 10 метров карабин откусывает по 36 хп. На отметке в 10 метров урон станет 33, и на отметке в 30 метров упадет до 25. Минималка стартует на дистанции в 100 метров, и там карабин бесполезен со своими 13,1 единиц урона. Судя по этим цифрам и моим зарубам, оккупный карабин идеально подойдет для агрессивных заруб на картах типа «Уничтожение», «Метро», «Морита» и отчасти «Роттердама». Прям идеально пушка зашла в новом плейлисте с этими картами. Что по специализации? Я лично отдал свое предпочтение полностью правой, так как не вижу особого смысла идти по левой. Если ты набил дохренелион звезд на оккупном карабине в Battlefield 1, то левая ветка для тебя, чувак. Ты очень скилловый, у тебя накаченные пальцы, ты можешь играть в StarCraft. А если ты игрок, который хочет играть без лишних проблем и боли в пальцах, то автоогонь – это твой выбор. И тут больше ничего не скажешь про специализацию. На данный момент лично для меня это лучшее оружие снайпера для коротких и средних дистанций. Каких-то серьезных минусов у оккупного карабина просто-напросто нет. Ну да, могут болеть пальцы, если вы раскликиваете потенциал левой ветки прокачки. А так, в целом, это супер пушка. А что вы думаете о возвращении оккупного карабина и какую прокачку используете вы? С автоогнем или одиночкой? Ну, думаю, на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте. Обязательно ставьте лайки. Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok